Да, за это время белорусы научились жить и работать в условиях ковид. Наша медицина достойно справляется и в период подъема сезонной заболеваемости. По-прежнему самым надежным способом борьбы остаются вакцинации. Она минимизирует последствия. У многих болезнь проходит легко и бессимптомно. Но есть, к сожалению, и тяжелые случаи. Как, например, у героини следующего сюжета. Четыре месяца в больнице и два из которых под аппаратом ИВЛ. Непростой путь к выздоровлению. История из первых уст прямо сейчас. 19 марта мне стало плохо. Дышать нечем было. Вообще. Я позвонила дочке и говорю, что приезжай быстрее, плохо. Но она тут же приехала и вызвала скорую помощь. Скорая помощь. Очень быстро приехали. Измерили сатурацию. У меня было 56. Довезли меня до скорой и я отключилась. И больше ничего не помню. Меня сразу реанимацию завезли в 10-ю больницу. Я когда попала в реанимацию, они меня увели в кому и ИВЛ подключили. Я где-то две с половиной недели была под ИВЛ. А потом отключили и сделали операцию хиостому. Удалили. Я пробыла два с половиной месяца в реанимации. Потом меня в таракальное отделение перевели. Там я тоже три недели, почти четыре пролежала. И у меня еще пролежни появились. И меня в гнойном отделении еще тоже месяц лечили. Молились кто как мог. Чтоб выжила мама, жена, бабушка. Я изначально не ходила. Потом ребятолог тоже спасибо большое. Она меня учила заново ходить. Сейчас я уже и хожу, и что-то и делаю. Конечно, еще на огороде не работаю, но по дому уже почти все могу делать. Вот ребятолог меня учила. И вообще сказали дома делать вдыхательные такие, чтоб легкое разрабатывалось. Я пролежала четыре месяца. Меня выписали где-то 15 июля. Встречали с огромным мукетом. Рос муж, дочери и внучечка. Целовали я. Говорю, может, нельзя. Меня еще не смотрели ни на что, что нельзя. Приехали домой. Тортик купили, попили чаю. Ну, вот так отпраздновали. Потому что все праздники, даже свой день рождения, я провела в реанимации. Спасибо Богу, наверное, суждено мне еще жить. Сейчас я очень довольна, что выжила. Что и внучечку своих, и внучек у всех увидела. И родных, и муж. Обрадовался. Ну, конечно, осложнение дало. Ковид этот. Вот у меня делали на днях. Только домой пришла. Кардиостимулятор поставили. Сердце сбои дает. Прививку. Обязательно буду делать прививку. Чтобы не заболеть больше никогда. Это страшная болезнь. Это третий этот случай был. Что надо все-таки за своим здоровьем смотреть и следить. А то мы так выпили таблеточку. И все на этом. А можно очень большие последствия после всего этого. Так что надо смотреть за собой, за своим здоровьем и слушаться врачей.